Центр педагогического мастерства 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 вставить кружок геометрически, когда обсуждали, куда удобно поставить дворение медианы, тему дворения медианы по нынешнему, основному построению курса по курсу математической вертикали. Я сегодня показывал ребятам три сюжета. Один сюжет назывался «Оценка плюс пример». Это задачи, связанные с наибольшим, наименьшим значением. В принципе, они встречаются и в школе тоже, а также и такие задачи встречаются на олимпиадах, и надо понимать, каков к ним подход и как таким задачам нужно учить детей. То есть был разговор и как про сами задачи, так и про методическую составляющую, то есть как объяснить детям, в каком виде потребовать с детей решения, на какие моменты обратить внимание. Вторая часть кружок по теории чисел, нот и ног, то есть наибольшее общеделительное, меньшее общекратное. Опять же, я показал три идеи, простые идеи. И цель занятия была такая, что на самом деле у простых и у олимпиадных задач одни и те же идеи, которые надо знать. Но олимпиадная задача может отличаться тем, что потребуется или дополнительное какое-то техническое действие, или какой-то еще шаг. А так, на самом деле, для решения большинства сложных задач достаточно разумных соображений. Как мне кажется, эта летняя школа — это возможность студентов увидеть, что они не одни в педагогическом движении. Потому что сейчас среди студентов оно очень активно развивается, это такая очень актуальная профессия в современном мире. И здесь мы можем пообщаться друг с другом, обсудить наши общие проблемы, создать некоторые интересные проекты, поделиться опытом, который, возможно, сами мы еще не получили, работая в своих кружках. Вчера больше всего мне запомнилась лекция Михаила Подаева. Это преподаватель школы ЦПМ. Также он ведет, как он говорил, в Липецке в одном из лицеев. Наиболее ярко была его лекция из-за невероятной связи педагогики и математики в ней. Он успел осветить как методические аспекты, так и рассказать нам о каких-то новых способах, например, о методах решения теории чисел через комбинаторику. И он в одной лекции объединил как ответы на наши вопросы, которые мы задавали на самопрезентациях позавчера, так и что-то новое в учебном плане. Мастер-классы у нас были отчасти в формате игр, что само по себе интересно, потому что игр, по ощущениям, это всегда интересно, как и для нас, как и для детей. Хотя существует мнение, что слово «игра для детей» — это табу, это такой вожатский лексикон, потому что дети, они просто, они в игре не любят играть. Поэтому здесь, с одной стороны, классно им завлечь, пояснить, но не представлять это как игру, что-то детское, как действительно классный формат урока. Мне понравилась лекция Дмитрия Викторовича Копьева. Он, понятно, в то же время идейно интересно объяснял задачи разными способами и давал геометрические, простые, но в то же время разнообразные идейно задачи. Мне это понравилось, он очень доступно и ярко объяснял и заразил своей харизмой. Дмитрия Викторовича Копьева Дмитрия Викторовича Копьева